Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Начинать будем с вами с распаковки посылки с сайта SimaLand. Я вам уже показывала обзор на эту продукцию, обзор посылочки. Это такой дешевый сайт оптовых закупок, но где вы можете сами закупаться. Мы полным ходом готовимся к школе, к первому классу и там у меня канцелярия. Сейчас все распакую вместе с вами и посмотрим. Девчонки, так выглядит посылка. Так, как же нам ее с вами открыть-то? Так запаковано прям капитально вообще. Я раньше постоянно там заказывала, и сейчас вот когда столкнулись с такой как бы проблемой, не проблемой, мы в общем идем в первый класс, да, и нам нужна канцелярия, я подумала, что там скорее всего дешевле. Даже походила, девчонки, по складам, по всяким таким мелкоптовым, да, посмотрела магазины, другие канцелярии и поняла, что да, действительно SimaLand получается дешевле всего. Вот. Правда, не все позиции у нас здесь, которые мы хотели, точнее, которые планировали, потому что нам до последнего не давали списки подготовки к школе, хотя уже август, девчонки. Вот. И вот только когда я заказала, да, в середине августа, нам эти списки, не нам точнее, а на школу повесили, вот, поэтому у нас тут еще нет папки для труда, надо будет опять, наверное, на SimaLand буду делать еще одну, еще один заказ, потому что там все равно дешевле тоже поискала. Смотрите, сколько всего, девчонки. И вот это все, я не знаю, есть здесь накладная, по-моему, нету, они не присылают на сайте только информацию, точнее в приложение, через приложение SimaLand делаю. Вот. И столько всего, короче, я накупила на 1600 чем-то, плюс 200 чем-то рублей доставка до Тулы, получается, у нас. Так, тут у нас вот такой вот, вот такая точилка. Я бы, девчонки, цены называть не буду, так быстренько просто покажу, чтобы вы знали, что вот такое большое количество продуктов, да, мы купили на 1600 к школе. Не считая папок для трудов и так далее, здесь все. Клей Эрик Раузер, вот такие вот два стика. Так, что еще? Ручки. Нам обязательно там почему-то писали, что толщина стержня должна быть 0,7 миллиметров. Такие красивые ручки. Разные. Взяла всего по несколько штук, по много, с запасом. Две ручки таких, девчонки. Вот такие кисти беличьи. Говорилось, что почему-то именно беличьи должны быть. Дальше карандашики. Тоже они должны были обладать определенными характеристиками. Там вот это все ТМ, не ТМ, я не понимаю. Но, в общем, я брала, как и говорили. Вот так они выглядят. Такие тяжелые карандаши с ластиком на конце. Так, что у нас тут дальше еще? Пластилин. Я люблю... Вот шесть цветов, сказали. Вот такой вот кроха мне нравится. Он очень мягкий. Так, дальше, девчонки. Карандаши. Тоже смотрела по мягкости, все выбирала, по отзывам. Хорошо, что там на сайте можно отзывы почитать. Это вообще здорово. Вот информация. Ножницы с тупыми концами. Вот такие. Рекраузер. Все для школы. Там стоят копейки, девчонки. Мне кажется, ножницы за рублей 60. Ластик. Тоже, по-моему, Рекраузер, да. Ой, такой классный. Классный ластик. Я помню, когда маленькая была, в школу ходила. Мне всегда так нравилось, когда мне мама покупала все к школе. Я так любила. Ой, еще вот такая ручка. Смотрите, какой наконечник. Что это ты такую ручку покупала? Она синяя вообще? А, это, наверное, заглушка, девчонки, да, стоит? Фокус, не пропадай. Ну-ка. Да, девчонки. Это как заглушечка такой. Смотрите, как здорово, да? Это синяя тоже ручка. Должна быть, да? Да, синяя. Тоже с такой же толщиной, по-моему. Так, это у нас акварель медовая, 12 цветов. Тоже почитала отзывы и вот выбрала вот эту. Смотрите, только почему-то она треснутая уже, но она липкая. Не сухая. Вот такая акварель. А, ничего себе, смотрите, 17-й год. Балдеть, блин. Да, 17-й год. Сейчас 20-й. Это, конечно, круто. А какой у них срок годности? Да. Срок годности не установлен. В общем, краскам 3 года. Ладно. Так, еще взяла одни карандашики вот такие вот, 12 цветов, ярче и мягче. Тоже тут по мягкости смотрела. Тут 19-й год. Я уже теперь стала обращать на сроки годности, да? Карандашики трехгранные. Посмотрела, да, пишут, что вроде первоклашкам хорошо трехгранной, потому что так они будут держать правильнее. Вот такие вот красивые карандашики. Так, рюкзак у нас уже, кстати, есть. Может, потом тогда в каком-нибудь влоге вам покажу. Я покупала его зимой, как раз когда на них были хорошие скидки, и он у нас лежит. Нужна была почему-то зеленая ручка, написали первоклашкам. Я купила поэтому набор вот таких, девчонки, ручек. Вот, надеюсь, они хорошо пишут, и все с ними нормально. 19-й год. Нужны были линейки совершенно обычные. Я взяла, ой, аж четыре разных. 15 сантиметров писали нужна. Вот совсем обычная, прозрачная, чтобы она видела, да? И вот такая вот еще. Так, они все одинаковые, походу, да, девчонки? Я что-то взяла четыре штуки, там, наверное, минималка какая-то была. Они что-то вообще порублю, по два как-то. Вот, поэтому пусть будут. Я думаю, такие линейки в школе будут ломаться, поэтому пусть будет много. Так, дальше у нас что здесь? Здесь это цветной картон двухсторонний, немилованный формата А4. Такой плотненький, хороший картон. Так, еще один, наверное, я всего по два брала, на всякий случай. Доска, вообще что-то копейки, девчонки, стоила рублей сорок. Смешивает цвета, учимся даже, о, ничего себе. Но она белая, там бумажка на ней лежит. Это доска для первоклашки. Она такая средней плотности, то есть ее, в принципе, при желании чуть-чуть можно согнуть. Тут бортики какие-то, что ли? Вот, но как раз вот самое то тоже почитала по отзывам. Размер А4. Вот такая вот достаточно плотная доска. Дальше цветная бумага двусторонняя. Вот такие вот наборчики. Вот она. Так, раз, два, три штуки аж заказала. А, это игра, девчонки, это я взяла игру. Сейчас осень и конец августа. Осень близко, погода плохая. Это морской бой. Морской бой играть. Вот на этих штучках это поля, да, маркер. Им рисуешь кораблики, а вот этой стороной стираешь. Она стоила, девчонки, рублей 90. Вот такая игра морской бой. Здесь обложки у меня для тетрадей. Они по 100 штук продавались, но 100 штук вышло рублей 100 с чем-то, девчонки. Давайте посмотрим, какой они плотности хотя бы. Потому что тоже читала отзывы и вот на эти более-менее. Ну, средней плотности, даже поплотнее, чем вот файлы бывают, да. Ничего, посмотрим. Еще обложки для книг надо тоже. В общем, буду отправлять еще один заказ. Тетрадочки вот в такой упаковке. Эти тетрадки получаются в клетку. Вот такие обычные зеленые. Сказали, это Эрик Краузер. Тут у меня, по-моему, по 10 штук каждых тетрадей, да. Эрик Краузер теперь у нас какие-то... Вот в такую полосочку. Вот так 10 штучек. Потом тоже Эрик Краузер в полоску с косыми вот такими линиями. Не знаю, пригодятся они или нет. Нет, вообще, я взяла все виды тетрадей, по-моему. Так, и в обычную линейку, по-моему, да, в обычную линейку. Вот такие вот тетрадочки. Гуашь, девчонки. Шесть цветов. Она запакована, не буду пока распечатывать. Вот такая гуашь. Альбом для рисования. Красивый. 40 листов, по-моему, здесь. Так, альбом. Вот такой вот альбом для рисования. Тоже красивый. И здесь уже листы отрываются с отрывными листами. Вы вроде это написали. Девчонки, это что-то у меня сегодня прям слова-паразиты изобилуют. Девчонки писали, что нужны такие с отрывными листами. Это Эрик Краузер. Вот такие вот альбомчики. Ну вот и все, девчонки. Вот и весь заказ, и все. Вот это вот добро к школе вышло на 1600, на 1800 с чем-то вместе с доставкой. Привет, красотки. Хочу показать вам свой заказ с Вайлберрис. Сгоняла, забрала только что. Был разговор, где-то в группе я читала пост про коврики акупунктурные, массажные, да, от Фаберлика. Девчонки спрашивали, как бы, есть у кого отзывы, стоит ли того или нет. И одна девочка написала, что на Вайлберрис тоже есть такие коврики. Я решила полазить поискать, да, действительно, на Вайлберрис дешевле всего нашла. И на Азоне они тоже были на томат 700 рублей. На Вайлберрис нашла за 588, девчонки. Вот так он пришел. Я смотрела и валики тоже такие, как в Фаберлик. Они тоже гораздо дешевле, чем в Фаберлик. И я думаю, в принципе, разницы не должно быть никакой. Так, тут у нас что? Инструкция. Вот, если вы поняли, да, про какие коврики идет речь. Размер этого коврика, девчонки. Какой размер вот? Непонятно. А, 75 на 44. Сейчас с вами посмотрим, что он себе представляет. Он пришел в чехле, слушайте, на молнии, вот такой с ручкой. Вообще, на самом деле, удобно, да, с собой куда-то брать. Мне кажется, мне этот чехол прям пригодится. У кого есть такие коврики от Фаберлик, девчонки, отпишитесь потом. Также фаберликовские в чехле приходят. В общем, я нашла, он один на Вайлберрис за 588 рублей. Остальные там 700, 800, но в любом случае все равно дешевле, чем в Фаберлик. Кот с птичками разговаривает. Слышите? Максик, Максик, поди, моя рыба. Поди, скорей, иди ко мне. Максик, Максик, иди скорей. Максик, ну поди. Макс. Не хочет. Так, вот он коврик. Вот как он выглядит, девчонки. И его размер, чтобы вам показать. В камеру в лес. Подальше немножко вас отодвину, если не, все равно нет. Вот, давай, пацаны. Вот мне пришел. Вот он. Вот он, какой же жирненький. Поздоровайся. Ну, поздоровайся. Друзья, привет. И вот он, еще один котик. Скажи привет. Скажи, какой я жирненький. Смотрите, какой я ласковый. С птичками я разговариваю на балконе. Вот какой жирненький. Вот он, вот он, вот он. Все, идите. Так, к коврику. Ну, размеры я вам озвучила, вы поняли. Теперь здесь он сделан, смотрите, с одной стороны на липучках. И внутри поролон фаберликовском, насколько я знаю, тоже поролон. Поролон толщиной 2,5 см, написано. И вот эти липучки потом так чпоньк, чпоньк, залепились. Так, здесь зачем-то по бокам вот такие вот петелечки. Я не знаю, зачем, девчонки. Нормальный коврик. По-моему, здесь 27 или 30 иголочек на одну вот эту штуку. Они острые, прям острые, острые. Вот в ширину он какой. То есть на всю спину вполне себе прекрасно хватит вообще. Ну, супер. Что могу сказать, девчонки? Дешево и сердито. Так, и еще девчонки заказала к школе футболку белую. Обычную классическую белую к школе ребенку. Она была 130 рублей. Тоже самая дешевая цена, какую я видела где-либо. Поэтому решила взять. Взяла 134-146 рост. Написано, что к школе, я не знаю, будем ли мы вообще туда ходить. Потому что что-то про дистанционное обучение опять слухи ходят. Но мы идем в первый класс, поэтому я решила взять все. Написано на 9 лет. На 9 лет этикеточку можно отрывать. Отзывы почитала. Хорошие отзывы. Ну что ж, у меня так штатив-то трясется сегодня. Вот. Ножницы с собой когда нету, да? Вот такая вот белая футболочка хлопковая. Достаточно плотная, длинная. Нам как раз на год точно хватит. И смотрите, как классно горловина сделана. Вообще великолепно. Причем это, по-моему, была мальчиковая. Но там мальчик был на фотографии в футболке. Но как бы какая разница. Горловина вообще сделана очень круто на самом деле. Вот такая вот белая футболочка. Девчонки. 130 Ре на Вайлберрис. Еще заказала на Озоне очень крутую помаду нюдовую от Вивьен Сабо. У нас в магазинах ее нигде нет. Ее нет на Вайлберрис. Заказала на Озоне. И скоро придет. Может быть в этом влоге тоже с вами протестируем. А потом сделаем отдельным видео. Может быть какой-нибудь классный макияж. И палеточку теней заказала Вивьен Сабо. С самыми сейчас трендовыми вообще оттенками. У меня есть такая же палетка, но в других оттенках. Более спокойных. А тут у нас такие бордовые, розовые. Красивый бордо. Вот который сейчас самый модный этот оттеночек. Мне так захотелось эту палетку. Она что-то там по 219 рублей на Озоне. И в общем жду косметику. Девчонки будем с вами макияж делать. Пока пойду попробую вот этот коврик. У моей мамы есть такой маленький. Совсем маленький. Она на него становится. Я тоже пробовала. Пробовала полежать на нем. Круто вообще. И еще. Чтобы не покупать валик, девчонки увидела, что сворачивают их просто вот так. Или можно полотенце свернуть валиком, как я у мамы делала. Свернула валиком полотенце и положила под шею. Вот так вот сворачиваем. И вот он валик. И ложимся на него шеи, поясницы. В общем, вещь на самом деле классная. Иглаукал в ней лечит множество болезней. Я поняла, что мне это надо. Да? Возраст уже не тот. В общем, буду лежать с превеликим удовольствием. Мама, когда полежала, прям такое расслабление, такой кайф на самом деле. Поэтому коврики такие вещи нужны. Девчонки, вы просили у меня отзыв на кондиционеры. Какой лучше? Все-таки детский. Либо вот этот вот ароматерапия, да? От какого белье мягкое. Мягче, скажем так. Потому что новые вот эти ароматерапии, они какие-то стали не фонтан. Я постирала постельное белье простынь кондиционером ароматерапия пододеяльник, девчонки, постирала кондиционером детским. Что хочу сказать. Чисто тактильно кондиционер детский делает белье мягче. Слегка пожестче белье от ароматерапии. Вот слегка, не скажу, что прям разница сильная, но она ощутима. Я специально сначала закинула пододеяльник, потом закинула простынь. И получается, что все-таки с детским чуть-чуть оно как-то помягче, понежнее немножко. Оно уже почти высох, а этот еще мокрый. В общем, это мое мнение. Мне так кажется. Я специально провела эксперимент. Мне самой было интересно. И все-таки вот от этого кондиционера, мне кажется, белье помягче. Девчонки, а если сравнивать составы, тут как бы еще интереснее. Вот у нас на русском состав здесь. И вот у нас на русском состав здесь. Вначале одинаковое. 30 вода, 5-15 паф. Дальше хлористый кальций, отдушка, аромокапсулы и так далее. А здесь, в этом детском кондиционере, девчонки, есть еще гель алоэ вера. И экстракт на основе талового масла из древесины хвойных пород. Поэтому уже даже по составу, мне кажется, вот этот кондиционер выигрывает. Однозначно. Девчонки, пришли некоторые части заказа на зон. Смотрите, это помада Vivienne Sabo Made. Я долго ее искала, на самом деле, наверное, год. У нас в Magnet Cosmetics представлены эти помады, которые вот с черной надписью. Да, вот эти золотой нет. На Wildberries нет, нашла на зоне. Именно в этом оттенке, 32-й. Сейчас покажу вам сводч. Вот, девчонки, сводч. Показываю вам при естественном освещении. Это такой теплый нют, очень крутой вообще просто. Я обожаю помады Vivienne Sabo. У меня есть они такие в бордовых оттенках, несколько штук. Одна нют, двое было, кончилось. Но мне именно хотелось вот этот оттенок. Сейчас я вам покажу, как смотрится на губах. Вот, девчонки, это такой обалденный нют. Снимаю вам на заднюю камеру, да. Мои губы, учитывайте то, что они ярче. То есть у меня татуаж такой почти красный, да, поэтому она смотрится так насыщенно. Так она немножко по приглушению. Очень красивый, теплый нют. Прям вообще я тащусь. И помада Vivienne Sabo. Это та помада, которая быстро высыхает и абсолютно не сушит губы. Класс. Еще взяла вот такую вот клееночку для уроков труда за 100 с чем-то рублей, девчонки, в школу. Не знаю, будем мы учиться или нет, но я потихоньку все покупаю. На зоне тоже ее нашла. Нигде почему-то нет этих клеенок. Можно было, конечно, обычную какую-нибудь придумать, но это заморачиваться. А помада Vivienne Sabo стоит 100... Нет, 212 рублей, девчонки, сейчас на зоне. Девчонки, уселась тут на детской площадке. Забрала тени Сазон, который я вам обещала показать. Сейчас достану. Вот они, крутые оттеночки. Сейчас распакую вам, покажу. Чего ты? Ну, на ушко. На ушко? Выключить камеру? Все, беги. Попить? Ну, попей. Пока еще теплая погодка, да? Вот наш садик. Завтра мы туда пойдем, да? Да. А через 2 недельки уже в школу, даже меньше. Круть. Чего 3? Уже меньше 2 недель осталось. Вот так выглядит палеточка. Это оттенок у нас 0,4. Озон. 200 с чем-то рублей, девчонки. Я брала его именно из-за вот этого оттенка, который сейчас очень модный, очень красивый. Сейчас вам засвочу. Вот они какие красивучие. Сейчас пока скидка на озон. Я вам ссылки, девчонки, на все продукты, которые были в видео, оставлю под видео в инфобоксе. Проходите, смотрите, потому что вы часто у меня просите на повязочку, допустим, еще на что-то. А сейчас будем свочи делать. Вот, девчонки, сделала свочи в том порядке, в котором они находятся в палетке. Смотрите. При естественном освещении вот как они выглядят. Я ожидала, конечно, что вот этот оттенок, он будет больше бордо, а он немножко розовит. Нет, ну тоже крутой. В принципе, на коже как раз вот он очень круто смотрится. Все оттенки крайне удачны, крайне вообще актуальны в этом сезоне. Прям я не нарадуюсь. Обязательно в следующих видео сделаем с вами макияж с помощью вот этой вот палеточки. Ну и на этом, мои хорошие, буду влог заканчивать. Спасибо, что были со мной. Если была вам полезна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. На губах, кстати, помада Vivienne Sabo. Вот эта вот, которая вам показывала. Всех люблю, целую, всем пока-пока.